Здорово, ребят! С вами Грани Гика, ваш Сюр, Дим Киворков. Старк временно в работе весь, и Дима теперь, видимо, будет нас самую главную рубрику по гиксказкам вести. Поэтому он подхватывает эстафету с Серёжей. Мы закончили на Арканистах Скалет с её путешествием на конях механических. А сегодня у нас, видимо, Неверборны. Ну да, после соприкосновения с Арканистами гильдеец нас покинул, поэтому дальше будем рассказывать уже без него. В Малифо и на его задворках встречается много интересных достопримечательностей. Среди них есть некая заброшенная каменоломня, которая существовала ещё до появления людей. То есть, что там было, кто там работал, кто её построил, люди на данный момент не узнали. Это не останавливало многих археологов, арканистов и просто кладоискателей от того, чтобы отправиться в эту каменоломню. Но чаще всего они там пропадали или в лучшем случае возвращались полностью безумными. Как следствие, эту каменоломню назвали Бедламской в честь соответствующей лечебницы в Лондоне. И вот некий мальчик со своим другом стоят рядом с лыканоломней и смотрят вниз, как приближаются четыре маленьких фигурки. И они такие маленькие, что похожи на Жучков. А мальчик Жучков любил, особенно отрывать им лапки. И друг спросил у мальчика, хочет ли он с ними поиграть, ведь им это очень понравится. Мальчик подумал и сказал, конечно, но только если я выиграю. А тем временем четыре маленьких фигурки на поверку оказались маршалами с гильдии, маршалами смерти так называемыми. Которые, увидев эту каменоломню, в одночасье поняли, что все они видели ее во сне, для вечера. Это, в принципе, уже странно, но когда ты охочешься на нежить с волшебным гробом, тебя уже ничего не удивляет в этой жизни. Но лидер отряда понял, что не может вспомнить, а кто его, собственно, навел на эту каменоломню и сказал, что здесь надо искать нежить. Он понял, что это какое-то наваждение, значит, его обманули. Ну, а раз его обманули, значит, это засада, сэр. Поэтому четыре маршала приготовились к бою, взяли в руки свои пистолеты с штыками, гробы, которые в их руках, в принципе, ничего не весят до поры до времени. И отправились в след дальше. И действительно, они увидели несколько фигур. Там в тенях. Но поняли, что что-то не так. Изначально показалось, что на этих фигурах какие-то маски, скрывающие лица. Но потом один из маршалов присмотрелся и понял, что нет, это не маски. Это лица. Нет, лиц тоже нет. В этом и проблема. Маску надеть просто не на что. А вместо этого на них смотрят затылки. Причем не то, что они повернулись к вам затылкам. Просто ты видишь внутреннюю сторону головы. В отсутствии снятые ее половины. Ну, опять-таки, маршалам уже нечего удивляться, бояться. Это Малифо. Они охотятся на них. Это окей. Да, да. Это просто вторник. Малифторник типичный. Но все равно надо взять кого-то из них, хотя бы живьем или уж не живьем, непонятно, чтобы допросить. Но тут тени опять густились. Все эти фигуры где-то исчезли. И маршалы решили рассредоточиться, чтобы окружить врага и уже разобраться поодиночке или уже всех согнать в одну кучу. Как пойдет. В частности, один из маршалов, по продвищу меткий глаз, заметил на крыше вероятного противника. С легкостью метнул в гроб, который опять-таки набирает вес, пока летит по воле маршала. Там он поймал эту тень, упал на землю. Маршал подошел, откинул крышку, наставил пистолет. Пусто. А с точки зрения маршала, выбраться из этого гроба самостоятельно нельзя. Ну, хотя правила говорят нам иное, но все-таки требует неких усилий. И тут, действительно, опять заиграли какие-то тени. В глазах у маршала зарябило. Он начал уже жмуриться, но это не помогло. Он, по сути, ослеп. У него кружилась голова, он упал на колени. Ему плохо. И когда к нему подошла некая фигура загадочная, он уже просто замолил ее о помощи. А незнакомец протянул к нему длинные когтистые пальцы и сказал, не верь глазам своим, отдай их мне. И маршал знал, что нужно сделать. Вот, видишь, все понимает. Тем временем другие два маршала как раз нашли какой-то заброшенный сарай, с которого доносились звуки. И один из них посмотрел в замочную скважину и увидел, как очередной противник просто обгладывает свои пальцы до кости. Ну что, зато выстрелить не сможет, нечем. Подумал маршал, но его напарник первым ворвался в помещение и тут же застрелил супостата. На вопрос, какого черта его можно было взять живьем, ему ответили, что вообще-то, я не знаю, что ты там увидел, у него вон все пальцы целые, посмотри сам. Он мог точно так же застать ствол и выстрелить первым. Ну, действительно, маршал присел в неудоумении, потому что он-то знал, что он видел. Смотрит действительно, пальцы целые, только вот глаза такие набухшие, действительно, они как светятся практически в лунном свете, как соулстоуны. И в какой-то момент они окончательно взбухли и лопнули, и на маршала брызнуло ровем паучков, которые его облепили, и начали проникать уже внутрь у него, в голову. И исчезли в какой-то момент. И только какой-то такой детский смех остался на задворках сознания. И тут маршал все понял. И тоже засмеялся. Пора текать. Подумывал его напарник. И спросил, что смешного-то? А тот маршал смеющийся лук искал, что, ну, помнишь, мы видели все это во сне, да? Так мы до сих пор спим. Это сон. Это все понарошку. Смотри, видишь мою руку? Видишь пистолет? Ну да, сарай забрызгало кровью, ошметками. Но Лукас продолжал... Ну, это руки только. Ну, пока руки, да. Но там, конечно, куда стрелял, то и разлетелось. Но Лукас продолжал смеяться, как будто не замечая этой ранки, мягко скажем. Сказал, видишь, ничего не произошло. И последний маршал Виржил, командир этого отряда, слыша выстрел, понимал, что он уже остался один. Он нашел первого маршала с окровавленными руками и без глаз. Он нашел обезглавленного Лукаса, который застрелился в этом сарае. Рядом нашел он третьего маршала. Как-то видел он, как пекарь делает особый плетеный хлеб, когда вот такой колбаски тестовой начинает что-то плести красивое. И вот тот и сделал из его товарища крендель. Натуральный, прям вывернув уже тело наизнанку. Главное, крови нет. И лучше бы она была, потому что от этого еще хуже. И в какой-то момент вот этой аморфной массе появилась пасть, которая начала издавать нечеловеческий стон. Маршал выстрелил в нее, надеясь, что она сдохла. Просто. Это было Insidious Madness или... Похоже, похоже на то. Они тогда были еще в игре или нет? Да, они появились в игре, но здесь именно что-то уже из тела. Из маршала. Да, то есть... Ну, с чего пылу, того и слепили. Жутенько. Жутенько. Ну, кошмар. Кошмарики. Последний маршал Виржол проследовал дальше и увидел эти загадочные фигуры опять, которые надвигались на него. Они уже сбрасывали человеческое облище, принимали кошмарные очертания. Но маршал не шелохнулся. И пока фигуры продолжали к нему приближаться, он сказал, а я не буду драться. И... Почувствовал какое-то ощущение озлобленности. Разочарования. Да, вот такой обиды. Она уже была настолько осязаема, что можно было ее отследить. И именно это маршал и сделал. Именно это он добивался. Он почувствовал, что это какой-то шепоток на ветру у нее тут и стойбойлерный, старый. Он прыгнул в ее сторону, на ходу бросая гроб. Гроб опять-таки на лету по воле маршала набирает вес и уже просто тараном проламывает кирпичную кладку. Средом летает сам маршал. Хватает там заваленного кирпичами врага, заносит штык. Ну что, ты обижаешься, когда старни играют по твоим правилам как ребенок и понимаешь, что он реально держит в руках какого-то маленького такого светловолосого мальчика в ночнушке. А тот, главное, не боится, что его сейчас порубят. Он, наоборот, такой недовольный вид обиженного мальчика в категории. А что, случилось? А ты же сказал, что не будешь с ним драться. Нет, он с вашим даже не разговаривал. Он сказал другое. Ну так не честно. Ты же сказал, что я выиграю. Тот маршал понял, что разговаривает и действительно не с ним. И он в последний момент попытался просто рубануть мальчика штыком. Мало ли, ну что это за мальчик, это же Малифо. Но прежде, чем его клинок достиг цели, самого маршала подбросило в воздух. и он умирая увидел, как просто в брызгах крови из его грудит ращат здоровенные когти его самого. Труп маршала отлетел на несколько метров, но мальчику это было тоже все равно. Он так немножко обиженно смотрел на своего друга большого, но потом улыбнулся, сказал, О, я выиграл, отлично. Он обнял своего друга, забрался к нему на плечо, сказал, круто, круто, что теперь будем делать? Вот такая зарисовка из жизни малолетних злодеев, которые любят отрывать жукам, и не только жукам, лапки. А Дримера вообще реально повредить его проекции Малифошной? Вот что-нибудь ему мог сделать маршал? Ну конечно, мог он разоплотить, как мы знаем по правилам игры, что да, это астральная его проекция некая, ну да, ты его повредил, он улетел обратно, проснулся в Лондоне, где он на тот момент еще спал. То есть можно ли его прямо убить в Малифо? Ну по крайней мере в данный момент это никому не удалось, всякая там есть хитрая магия, может это и возможно. Ну самое простое это конечно убить его в Лондоне, но сейчас он уже не в Лондоне, вот, но опять же есть Чомпи. Чомпи же, как мы знаем из нашего другого рассказа, он уже подстраховался, на случай, если с мальчиком что случится, у него... Сиренка? Ну в первую очередь ему что один, что другая была интересна своим магическим талантом, поскольку они могут изменять реальность просто вот так по собственной воле, по щелчку пальцев. Да. Иногда быть магом очень хорошо в Малифо. Ну в принципе, что касается Бека, новых моделей, мы уже на данный момент знаем о них больше, чем тогда во время полуторной редакции, потому что это сам Дриммер, про которого мы уже не раз говорили, мы даже знаем, что у него есть некое имя, оно известно в той же Сирене, но до сих пор как игроки, мы не в курсе, как этого мальчика зовут, мы знаем, что он действительно жил в Лондоне, что он уже на момент третьей редакции потеряет в Лондоне отца и живет с мамой, его вводят к психологу, потому что у него какие-то странные сны. Вот сейчас он уже повзрослел, в новой редакции он будет у нас таким полноценным подростком, сбитым, хулиганом. И не в Лондоне. Да, ну где-то там они в лагерях беженцев, ну может уже где-то остепенились, посмотрим, мы ждем пятой книги, не пятой книги, новой редакции. Первой книги, третьей редакции. Там даже не первой книги, наверное, а первых книг. Ну, первой книги Неверборнов пятой редакции, потому что теперь у нас в каждой фракции будет отдельная книжка. Боже мой. Да, это долго, на много-много лет вперед. Что, Чонки, да, мы опять-таки знаем теперь, что это полноценный тиран, который вот сумел через этого мальчика, как через якорь, выйти из мира снов и проникнуть в Малифо, а теперь уже и на землю, где он занимается контрабандой соулстоунов. Остальные, да, все эти монстрики, кошмарщики, которых отчасти придумал мальчик, отчасти создал кошмар, то есть, корректно здесь у нас мелькал Капеллиус, мелькало что-то похожее на Инсидиус Мэднес, причем тот же Инсидиус Мэднес, когда ты участвуешь в Преофтичен Тайм, оно встречается и в прошлом, то есть еще до мальчика. Соответственно, это какие-то остатки еще действий самого тирана. Единственным отличием, пожалуй, от текущих реалий является то, что ряд появившихся тогда моделей Ниверборнов были как-то перемешаны, то есть, у нас есть кошмары, есть горести Пандоры, есть нефилимы, и тогда авторы решили, что будет хорошая идея просто сказать, что одна и та же модель является сразу всеми тремя. То есть, например, из Инсидиус Мэднес на тот момент был одновременно еще и во горесть, безумие. Поэтому, с одной стороны, к Пандоре, с другой стороны, к Чомпи, Дримеру. Вообще здравый мысли его. Да, возможно. Но дальше начинается веселуха. Вот есть, например, такие ребята, как Лилу и Лилиту. Это просто некие нефилимы, как мы сейчас знаем, которые занимают особое место в иерархии, в обществе. Но тогда это были нефилимы, найтмеры и горести одновременно каждый. То есть, например, Лилу был горестью само ничижение, а Литузовна девочка была горестью запретных удовольствий. Ну, с укуп и инкуп. Ну да, вроде того. Просто сейчас уже убрали это безобразие, то есть, даже во второй редакции такого не было, в третьей темпаче, где все-таки обилие киво кивордов старается убирать. Вот та же подушка на тот момент была просто кошмаром, потому что это то, что придумал мальчик, такие прикольные подушечки. благо, мишки, подушки, что есть в комнате, то он с собой наносил. Там сейчас уже подушек, сначала было вообще три киворда во второй редакции, сейчас оставили два, потому что они одновременно куклы, но благо колодья в ДМХ, поэтому это не так может быть критично. Ну вот, колодья, который тоже представлен в этой книжке, опять-таки, колодья не мастер еще, он хенчман, и там просто рассказывается его история, что это кукла, которая была как-то создана для развлечения детей, но вот осталась одна, потом, когда вернулись люди, появились даже в первый раз люди, еще во время первого разлома, он вышел, решил их развлечь, устроить представление, но его люди не приняли, он озлобился и стал таким маньяком, начал убивать детей, создавать куклы. Ну, как мы знаем, у нас был шанс это изменить, исправить, да, вот, изменить временной континниум, то есть можно было все в той же компании с Тичен Тайм застать это представление, на которое мы должны были закидать помидорами, и похлопать, да, похлопать, просто помешать, закидать его, там, может, кинуть монет побольше, в общем, чтобы как-то зашло представление, чтобы наоборот Колоди продолжил давать представление, развлекать людей, и уехал выступать в Лондон. Ну, не срослось. А неизвестно, мы ждем первую книгу третьей редакции, где нам расскажут, что случилось с Колоди. Да, много будет полезной, интересной информации. Ну, насколько полезной, интересной мы увидим, когда это прочтем. Возборно на момент выхода этого видео книжка уже вышла, и мы уже знаем много интересного. И такие сидим, такие, твою мать. Да, и переписываем это видео, добавляя... Давай по новой. Да. Вот, все было не так. Вот, кстати, опять же, в этой книге представлена сестра, сестра Лилит Никима, так называется Темная Сестра. Нам описывается, в чем была трагедия Никимы, в том, что она все-таки была одержима жаждой крови, поэтому, когда появились люди, она начала просто всех резать, убивать, а в это время ее сестра, как более умная, начала как-то изучать вопрос, интриговать. В итоге, по сути, именно она придумала как-то при помощи той же Зарайды закрыть портал. Все, разобралась, проблема решена. А Никима продолжала еще всех находить и резать. И когда она уже опомнилась, всех порубила, кого хотела, вернулась, а там уже Лилит сел на трон. Ну, благо, а что же это-то? Вот, и Нека так и ходит обиженная. Ну, к чему это привело, мы опять же уже знаем. Уже не ходит обиженная. Да, уже довольная. Но, опять-таки, мы понимаем, что в какой-то момент у нас вернется Лилит, как Титания, в виде зомби, и начнется новый виток Этой, как Игры Престолов. Но, когда это будет, мы опять же не знаем, ждем уже, наверное, далеко не первую книгу третьей редакции, а может быть и четвертой. Я думаю, где-нибудь, может, пятую, чтобы мы успели забыть. Ну, учитывая, что та же Титания мелькала еще чуть ли не в первой редакции в виде картинки. То есть, планы у Вердова всегда есть на годы вперед, поэтому... Ну, справедливо, да. Вот, только что-то основные такие модели этой волны для Ниверборнов. Действительно, к счастью, это многословие в терминах и принадлежность одновременно ко всем видам Ниверборнов уже убрана, и больше у нас не будет ни Филимов, Кошмаров, Горестей, кто там еще Солфиндов одновременно. Вот. Ну, тогда на сегодня все. Спасибо, Дима, за рассказ. Спасибо. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, поддержите канал на Патреоне, вступайте в группу ВКонтакте. Все, до скорой встречи. Пока-пока. И, конечно, отдельная благодарность всем тем замечательным людям, что поддерживают меня на Патреоне. А именно, Игорь Козлов, Фидель Пиночетов, Анатолий Джекер-Коновалов, Артем Севенред, Евгений Мурул-Сафронов, Петр Джучий-Звягинцев, Волбер, Константин Гиллер-Поляков, Антон Милторион-Мальцев, Артем Арт Демиденко, Дмитрий Доктор Педро Мачалин, Тироэль Ворм, Алкан Эгейн, а также Его Величество Юрий Дивайн-Дивайн Александров. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok